МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями четверга. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Сегодня в выпуске. Опыт востребован. Участники Координационного совета по вопросам развития пищевой промышленности познакомились с экономикой Чувашии. Без определенного места жительства. Где искать помощь тем, у кого нет дома, работы и документов? Объявляю вас мужем и женой. Почему браки регистрируют под марш Мендельсона? Завтра в Чебоксарах пройдет заседание Координационного совета, посвященное вопросам развития пищевого машиностроения в стране. Его проведет министр промышленности России Денис Мантуров. В расширенном совещании примут участие руководители региональных департаментов и министерств. Сегодня гости из других регионов познакомились с работой крупных предприятий республики. Участникам Координационного совета показали производство кухонного оборудования, системы релейной защиты, кондитерских изделий. Руководители отраслевых министерств отмечают, что многие наработки предприятий республики будут полезны и другим субъектам. Гостей заинтересовал опыт региона по созданию электротехнического кластера. Участники совета говорят, что развитие промышленности Чувашии зависит и от работы центра сертификации и испытаний. Таких проектов в России единицы. Руководители министерств уверены, что в перспективе с предпринимателями республики будут заключены контракты. Мы были на предприятии, это Чебоксарский электромеханический завод. Я с удивлением увидел то, что они как бы говорили там об одной теме, в частности, частотные преобразователи на большей мощности 12,5 мегаватт. И когда я с дирекцией поговорил, они, оказывается, ищут контакты с промышленными предприятиями группы ГМС. Явно прослеживается взаимный интерес межрегиональный. И мы договорились, что мы сейчас там поизучаем до конца эту тему и организуем совместное какое-то мероприятие. Плюс то, что сегодня заводы Чувашской республики, Чебоксарах смогли сохранить то производство советских времен. И чувствуется, что предприятие модернизируется и закупает современное оборудование, и рабочие места сохраняются и наращивают свой промышленный объем. Мы в первую очередь изучаем опыт. И с точки зрения возможности использования тех методов, технологий, в том числе управленческих технологий, которые на этих замечательных предприятиях используются, мы сейчас присутствуем в компании, которая, например, внедрила технологию пережившего производства. Принцип 5С. Это те принципы, которые позволяют действительно существенно повысить эффективность. И, конечно, эти методы надо использовать. И на десерт крупная кондитерская фабрика подготовила сладкую экскурсию для гостей. Участникам у коррадиционного совета рассказали о секретах производства конфет и других кондитерских изделий. В Чебоксарах 39 домов остались сегодня без отопления. Около трех часов дня на пересечении улицы Кривого и Мичмана-Павлова прорвало подземную трубу. Кроме домов без отопления остались также две школы и четыре детских сада. Сейчас там работают аварийные бригады. Завершить ремонтные работы планируется к 22 часам. Между тем, ликвидация Приволжского центра МЧС не отразится на работе регионального управления. Такое заявление сегодня сделал руководитель ведомства Станислав Антонов. Экстренные службы республики подвели итоги работы за прошлый год и представили новейшие образцы специальной техники. Тем продолжит Дмитрий Ковалев. Ставка на маневренность и мобильность. Эта спецмашина в четвертой пожарной части появилась в прошлом году. За счет небольших габаритов автомобиль доберется до места ЧП даже по плотно заставленным дворам. Автомобиль имеет цистерну объемом 1000 литров, пенообразователя 100 литров вывозит. В этом отсеке мы имеем ранцевая установка пожаротушения игла. Она используется эффективно при тушении небольшой площадь локальных пожаров на высоких этажах. На этом автомобиле спасатели выезжают не только на тушение пожаров, но и на аварии. Для эвакуации людей в МЧС обзавелись снегоходами и квадроциклами. Они необходимы аэромобильным группировкам. Кроме этого был получен пока еще один квадрокоптер. Это беспилотный летательный аппарат. Сегодня буквально у нас выезжают ответственные лица для того, чтобы получить еще 6 штук. То есть у нас на вооружении такая техника есть и будет увеличиваться количество этой техники. Очень удобно проводить разведку в больших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях. Вообще, говорят, в главном управлении МЧС такого количества новой техники в республику не поступало давно. И эта работа продолжится. Только в прошлом году в Чувашии произошло более 900 пожаров. Спасено 359 человек. Председатель кабинета министров региона отмечает, система РСЧС, в которую входят все экстренные службы, работает эффективно. И, соответственно, те опросы социологические, которые проводятся, говорят о том, что в Чувашии у граждан есть уверенность именно в безопасности, надежности. Это как раз говорит о том, что все наши службы работают на достойном уровне. Миндрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сотрудники уголовно-исполнительной системы Чувашии подвели итоги работы за прошлое и расставили приоритеты на текущий год. В работе коллегии принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев с подробностями Родион Архипов. Вовсен Чувашии успешно ведется работа по трудовой адаптации осужденных. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в 2016 году учреждениями исполнения наказания выпущены товаров и оказаны услуг на сумму около 740 миллионов рублей. Осужденные освоили 129 наименований новых видов изделий. Обеспечение порядка в местах лишения свободы и организация воспитательной работы – приоритетные задачи службы исполнения наказания. Между тем, отбывающих наказания в колониях республики стало больше. Это связано с тем, что нам закрепили ряд других регионов. При лимите, при общем лимите 8255 мест у нас содержалось 7017 человек. Задача по обеспечению надежности охраны во всех подведомственных учреждениях выполнена. Побегов не допущено. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, работу по социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы необходимо усилить. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. В Чубаксарах прошел юбилейный 10-й кадетский бал. В этом году он собрал более 300 участников со всей Чувашии. Традиционный гранд-марш – одно из самых завораживающих зрелищ. Девушки, которые только вчера занимались строевой подготовкой, грациозно шествуют с кавалерами. Каждый образ продуман. Сдержанные прически, макияж – ничего не должно отвлекать от самого главного. Вообще, это уже многолетнее событие. И надо честно сказать, оно год от года все лучше и лучше становится. Выработались уже определенные требования. И педагоги-хореографы, которые работают с детьми, учитывают эти требования. И уровень в целом, в среднем возрастает. Это заметно. Координация, хореография, креативность и музыкальность – по таким критериям жюри определяет лучшие ансамбли. Незаметный глаз судьи видит все недоработки. Но долгая подготовка – еще не залог успеха. В последний момент может подвести волнение. Будущие защитники Родины с трепетом ждут кадетский бал. Попадают сюда только лучшие. Как кадетский класс мы должны и умеем выполнять все требования, которые возлагает на нас школа. И хотим оказаться достойны. Подготовка была очень тяжелая, конкретная. Прямо каждое движение отрабатывали. Все было прекрасно. В этом году 17 кадетских школ представили свои номера. Участники выступили в обязательной и свободной бальной композиции. Кадетский бал – это торжественное событие для подрастающего поколения. Будущие офицеры должны иметь все, в том числе и танцевать, так как культурное развитие очень важно. Кадетский бал – это не просто конкурс бального танца. В первую очередь, это дань традиции, уходящей корнями в далекое прошлое. Воинская служба в России всегда считалась очень престижной. И офицеры должны были являть образец не только мужества, но и изящных манер. Блистать интеллектом и остроумием. Все это при определенной подготовке вполне под силу современным кадетам. Начало уже положено. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии отменили карантин по африканской чуме свиней на территории Бресенского и Порецкого районов. Карантин перестал действовать на все территории Чувашия. При этом до 25 июля 2017 года сохраняется запрет на вывоз свиней и продуктов животноводства, которые не прошли промышленную тепловую обработку за пределы бывшей карантинной зоны. Также запрещено закупать животных у населения и продавать. С 1 февраля этого года страховые пенсии неработающих пенсионеров в Республике увеличатся на 5,4%. Вместе со страховой пенсией увеличится и фиксированная выплата к ней. По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%. Ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. В результате в этом году средний годовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13,5 тысяч рублей и превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Кроме того, с 1 января этого года увеличилась федеральная социальная доплата неработающим пенсионерам. Пересмотрен и утвержден был размер величины прожиточного минимума пенсионера для установления федеральной социальной доплаты на 2017 год с законом Чувашской Республики в размере 7,720 рублей. В связи с этим с 1 января мы пересчитали размеры и получатели. Средний размер федеральной социальной доплаты в январе составил 1,811 рублей. Как живется людям, у которых нет дома, работы, денег, документов? Представители администрации Чебоксара депутаты посетили центр социальной адаптации, чтобы узнать, чем можно помочь людям без определенного места жительства. Анатолий робко переступает порог своего второго дома. В дверях встречает медсестра. Тест на опьянение и проверка на педикулез – своеобразный фейсконтроль, без которого вход в центр просто невозможен. С завидным постоянством здесь живут в основном одни и те же. Анатолий на хорошем счету. Спокойный, молчаливый, трудолюбивый. В прошлом повар, моряк, семьянин. Благополучие, перечеркнул зеленый змей. Выпивать слишком стал много. Но все равно как-то останавливался. И потом затронулся квартирный вопрос. И это самое. Ну, короче, у меня махинация квартирная получилась. Остался без жилья. Поехал в Москву. Там устроился на работу. Потом опять что-то плохо. Но жал в Москве. После холодных улиц и подвалов, душ, горячий ужин, чистая постель кажутся невероятным счастьем. Когда бытовые проблемы уходят на второй план, появляется другой, не менее сильный голод – духовный. Ответы на извечные вопросы ищут либо в книгах, либо в религии. Есть такие, что даже и не скажут, что они наши клиенты нашего учреждения. Умные, грамотные, с высшими образованиями. За два года работаю. Я могу сказать, что процентов 40-50 находят работу. Все-таки идут в жизнь. Устраиваются. Кто-то женится даже. Находят пары. Даже здесь были люди, кто жили парами. Она в женском жила отделение, в мужском. Потом они ушли, сняли квартиру, стали жить вместе. Сотрудники центра помогают людям справиться со стрессом, восстановить документы, устроиться на работу. Несомненно, хэппи-эндов станет больше, если все, о чем говорили столичные власти, с руководством центра будет реализовано. Может быть, попробовать сделать адресную работу с центром занятости. Это раз. Во-вторых, у нас есть много государственных и муниципальных предприятий, там мы тоже можем посмотреть и какие-то места предусмотреть для работы. Единственный в республике центр – помочь всем нуждающимся просто не в состоянии. Рассчитан он в среднем на 30 мест. Больше не позволяет площадь здания. Но только в городе бездомных людей больше 150. А за 12 лет работы в центре их выявили более 2000. К тому же попасть сюда могут только те, у кого нет психических болезней, алкоголизма, других серьезных недугов. Да и пожить здесь можно только 30 дней в году. Но депутаты намерены принять участие в решении этих проблем. Кое-что можем сделать и мы с вами. Люди, которые приходят в центр, очень нуждаются в помощи. Если у вас осталась лишняя теплая одежда, постельное белье, посуда, вы можете привезти их по адресу хозяйственный проезд, дом 7. Или позвонить по телефону 63 13 33. Сотрудники сами приедут к вам. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин. Республика. В эти дни в Чувашии и Татарстане вспоминают поэта Петра Хузангая. 110 лет назад он родился в селе Сиктерме, тогда еще Казанской губернии. Но большую часть жизни прожил в Чебоксарах. На доме номер 38 по проспекту Ленина в Чебоксарах мемориальная доска. С 1960 по 1970 год здесь жил и работал народный поэт Чувашия Петер Хузангай. С его именем связывают расцвет современной чувашской поэзии. Поэт и переводчик. А в годы Великой Отечественной войны фронтовой корреспондент. Он оставил очень яркое и многогранное культурное наследие. Петр Петрович Хузангай – гордость чувашского народа, гордость нашей нации, нашей литературы. Его знали везде. И на Украине, и в Москве, и в других союзных тогда республиках. Он был участником многих мероприятий, литературных, всесоюзного тогда масштаба. Многие поэтические произведения Петера Хузангая стали визитными карточками нашей литературы. А его знаменитая Иберпулна Пур Пулатпор превратилась в своеобразный гимн чувашей, объединяющим их в большую дружную семью, независимо от того, где они проживают. Встреча с известными писателями, творческие мастер-классы. Так, в этом году Национальная библиотека Чуваши отметила свое 146-летие. Наша съемочная группа побывала на одном из литературных вечеров и пообщалась с детской писательницей Евой Лисиной. «Летающее озеро». Накануне зимы мы вернемся. За свою творческую жизнь Ева Лисина написала десятки рассказов. Некоторые стали известны на весь мир. «Кусок хлеба» – история о том, как жили дети во время войны. Переведена на многие языки мира. По ней поставили радиопьесу. У меня выходят книги в Швеции, на шведском языке, в Венгрии и в Японии. И поэтому я связана и переводчики, невероятно трудолюбивые, и я все время связана с ними. Они атакуют меня. Это что значит? Это что за трава? Это ли? Вот все время с этими объясняюсь. Объяснять приходится и детям. Ее рассказы, как маленькие психологические этюды, в которых сложные вещи и явления объясняются простым языком. А чтобы юный читатель поверил, порой самой приходится быть ребенком. Делится писательница. Детские вещи для детей писать очень радостно. Хорошо пишется, радуешься, хохочешь. Хочешь, посмотри со стороны, думаешь, сумасшедшая старуха сидит. Это очень приятно. Творчество Евы Николаевны многогранно. Она перевела на чувашский язык пьесы Островского Эдуарда де Филиппо. А кроме этого, текст Библии. Работа над последним проектом длилась почти 20 лет. Здесь, в Национальной библиотеке, хранится уникальное издание Библии. Кожаная обложка, золотые обрезы и особая рисовая бумага. Мы ее показываем в нашем центре редкой книги, как образец книги на нетрадиционных материалах для нас. И всегда говорим, что чувашский народ, благодаря этому изданию, стал вторым народом России после русского, который имеет полный перевод библии на свой родной язык. И подчеркиваем, что это связано с огромным богатством нашего чувашского языка. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Самый популярный свадебный марш, марш Мендельсона, 159 лет назад получил путевку в жизнь. С чего все начиналось, насколько актуален полуторавековой шлягер, сегодня расскажет Юлия Важенева. Сколько девчонок мечтают услышать марш Мендельсона именно здесь, в стенах ЗАГСа. Без этой главной музыки свадьбы невозможно представить себе один из самых счастливых дней в жизни. Проходит десятилетие, а марш Мендельсона не кажется кризисом жанра и ему не спешат найти замену. Всемирно признанный свадебный марш Феликс Мендельсон написал еще в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь». Но большой известности произведения не получила. А через 15 лет произошло событие, которое стало для Мендельсона судьбоносным. Английская принцесса Виктория Адельгейт при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии с поэмы «Сон в летнюю ночь». С этого дня марш Мендельсона стал самой популярной свадебной мелодией. Мне очень нравится, когда звучит именно этот марш. Он особый, он, вы знаете, сразу раскрывается душа и как-то по-другому ощущаешь себя среди молодых пар. Среди женихов, невест, среди гостей. Это очень трепетно. Не есть шоколад, не пить кофе перед регистрацией, не выглядеть красивее невесты. А еще пройти курсы, как правильно ходить, говорить и вести себя. Стать настоящим асом свадебных регистраций не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот уже 25 лет с того самого момента, как дворец бракосочетания открыл свои двери, Нина Чебрикина от имени Гиминея скрепляет влюбленных брачными узами. И за это время повидала немало интересных эпатажных и колоритных пар. Мне очень нравятся свадьбы в национальных чувашских нарядах. Вы знаете, вот когда заходят жених и невеста, и я вижу, что они заходят в чувашском национальном наряде, вы знаете, у меня еще больше волнения. И вот мы такие пары начинаем, конечно, с нашего родного языка. Сейчас таких пар стало больше. И мне очень приятно видеть, что наша чувашская республика именно в этих традициях, она возрождается. Есть такое популярное пожелание молодоженам – дожить до свадьбы золотой. И в ЗАГСе чествуют не только молодых, но и юбиляров супружеской жизни. Встречаются пары, которые счастливо женаты целых полвека и даже больше. Для таких проводится целый ритуал, разумеется, под марш Мендельсона. Те, кто вступал 50 лет тому назад, конечно же, такого марша Мендельсона не было, не звучал. Не для всех звучал этот марш Мендельсон. Для кого-то он звучал. Может быть, они и не понимали, что это, не осознавали. Но спустя 50 лет, вот как я веду торжественные церемонии золотых юбиляров, я вижу лица этих юбиляров. Они так же трепетно и волнительно заходят под этот марш. Работа в ЗАГСе – это призвание. Специально на сотрудников ЗАГСа не учат ни в одном вузе. Но при приеме на работу необходимо высшее образование. Ведь настоящий специалист должен быть юристом, психологом, педагогом и доброй феей, которая дарит влюбленным счастливое будущее. Под марш Мендельсона, конечно же. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. Впереди еще блок полезной информации. А я с вами на сегодня прощаюсь. До свидания. Это вообще один из наших первых клиентов. Когда мы еще даже не было мебельной фабрики Демира. Когда мы только-только начинали. Спасибо огромное за доверие. Спасибо большое. В одной квартире мы почти всю мебель заказали у них. Потому что у них мебель очень хорошая, нравится, удобная. Вот это прихожая, это мы все заказали у них. Почти все туда поместилось. Зимние вещи, летние вещи. Для женщины самое главное, конечно, кухни. Это где можно кормить свою семью, готовить в удовольствие. Мне очень нравится эта кухня. Ну, она очень удобная. Это для женщинчанки. Балдашки, байше удовольствие. Это у нас шкаф, ладовка. Это нам тоже сделали компанией Демира. Здесь у нас хранятся все наши запасы. Эту гостиную, шкаф, мы сделали компанией Демира. Удобно, много места не занимает. Красивая регуляция. Нисколько не жалею. Даже готова еще заказать. У меня есть в планах. У нас еще в деревне дом. И там надо еще дом обставлять. Редактор субтитров А.Семкин